Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о колонхое, которое я купила в магазине. Что с ним делать и как поступать. Ну, во-первых, прежде чем вы задумали купить этот цветок, то вы должны подумать, куда же его поставить. Если нет места благоприятного для этого цветочка, то, конечно же, лучше не покупать. Ну, и вообще, если вы не знаете ничего об этом цветочке, то придя в магазин, спросите у продавца, он вам расскажет много чего. Или же зайдите в интернет, почитайте. Ну, я хочу вам сказать, что этот цветок любит свет, но не прямые солнечные лучи. Почему не прямые солнечные лучи? Потому что вот эти листья на солнце, они погорят. Поэтому не ставьте его на прямые солнечные лучи. Вот сейчас у нас февраль, таких цветков в магазине очень много. И видите, они уже начали цвести, потому что выгонку делают в основном к 8 марту. Они сейчас зацепили, и распродажа полнейшая. Я свой тоже, смотрите, тоже купила на распродажах, видите, на 40%. Это говорит, что можно озавестись вот этим приятным цветочком, да и лечебным цветочком. Итак, вы уже нашли ему место, знаете, куда поставить. Купили, принесли домой. У цветка стресс. Он попал в совершенно новые условия. Свет не тот, влажность не та, да и вообще место не то, и человек не тот. Вот. Дух совершенно не такой для нашего цветочка. Он стрессует. Значит, вы принесли его и вот в этом пакетике, в котором покупали, вот в этом пакетике, пожалуйста, так его и оставьте. Ну, мой почему не в пакетике, потому что уже он 3 недели у меня растет. Купила его вот в бутонах, а сейчас, видите, бутоны распустились. Итак, день, он стоит у вас в этом пакетике. На второй день вы снимаете пакет, но опять-таки осмотрите свое растение. Может быть, оно больное. Может быть, есть какие-то ползучие вещества или существа, вернее, здесь, жучки, червячки. Поэтому осмотрите, обработайте фунгицидами их, чтобы ничего не было на вашем растении и не перенеслось на другие. Поэтому не ставьте рядом с другими цветочками. Пусть он постоит сам по себе, но в подходящем месте. Вот поставили на подоконник северо-восточный или восточный. Ну, в принципе, часто солнце небольшое, но можете поставить. Вопрос, поливать или не поливать? Нет. Два, три, а то и четыре дня не поливайте цветок, потому что там, где он рос, ему всего уже дали, чтобы почва была влажная. Если у вас есть возможность как-то опрыскивать это растение, то можете опрыскивать, но, в принципе, нежелательно. Если такие вот листья большие, то можно протирать и салфеточкой, так, или там пончиком взяли, протерли его. Почему нежелательно опрыскивать? Потому что, смотрите, ведь он цветет, и это не совсем хорошо для цветущих растений. Лучше вот так вот протирать такие большие листья. Следующий момент. Постоял у вас этот цветок на карантине две-три недели. Вопрос, пересаживать или не пересаживать? Некоторые пытаются пересаживать его в тот же день, как принесли. Да вы делаете двойной стресс. Не пересаживая. Даже через две-три недели подумайте, стоит ли пересаживать. Потому что тех питательных, если ваш, конечно, цветок такой, как мой, крепенький, здоровенький, то тех питательных элементов, которые здесь есть, достаточно для существования вашего цветочка еще почти на целый год. Поэтому можете даже в течение года не пересаживать его. Вот. Следующий вопрос. Подкармливать или нет? Нет. Два месяца стабильно ничем не подкармливаете. Потому что тех стимуляторов и подкормок, которые были даны вашему растению для выгонки, специалисты постарались добавить столько, что не могу. Посмотрите, какие вот здесь листья, об этом я сниму видео. И какие листья, вот, смотрите, это уже моя, мой колонхоя, который у меня второй год. Кстати, сниму видео, расскажу вам обязательно. Сравню одно растение и другое. Так вот, не подкармливаем. По поводу пересадки, смотрите сами. Колонхоя, в принципе, не боится пересадки, но пересаживайте лучше ближе к весне. Ну, сейчас у нас февраль, поэтому вот в марте можете пересадить его. Но, опять-таки, если будете пересадивать, не оголяйте корневую систему. Аккуратненько сделайте просто перевалочку. Если где-то какая-то земля осыпалась, ничего страшного. Но не оголяйте корни. Не промывайте ничем. Потому что это опять стресс для растения. Можете навредить ему, и оно не восстановится. Ну вот, друзья, таким образом, я надеюсь, вам рассказала хорошо о том, как ухаживать за растением, которое вы купили в магазине. Это, кстати, подходит не только для колонхоя, но и для других растений. Поэтому я вас благодарю за просмотр. Здоровья вам крепкого. До следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok